Мы просылы боженьку, щепин дам нам дождику. Вот и дал нам дождику, хорошо. Доброе-доброе утро, скирогада, с вами шаповалики. А еще с вами кашарики. Вот такие вот. И собарики. Да, и собарики. Все скажи, ждем кушать, завтракать, завтракать. Очень даже ждем. Все поуседались и ждем. Ролики уже позавтракали. Все у нас пусть завтракали. А у шабариков горячие. Скажи, родители вчера кашу не помешали. Она за ночь не остыла. И мы теперь ждем, ждем. А она горячий. Ждем, ждем, пошел. Доброе утро, Николай. Всем здрасте. Поняли, не привет и не доброе утро. А всем просто здрасте. Так тихо, не кипишу я. Всем здрасте. Приятного аппетита, кто кушает с нами. Или под нас. Мы вот такие веселые дома. А мы что, кушаем? Кто кушает? Под нас. А, под нас кушает. Ну, включает видео и смотрит и кушает. Блин, Ева, нахватил меня на ногу. Что, ребятки? Короче, погода интересная штука. Вот я вчера. Сейчас, подожди. Тихо, РМ, тихай. Давай, пошли отсюда быстро. Не мешайте нам снимать видео. Они радуются. Короче, я вчера, как вы видели, разложил шланги. Подключил все, то, что хотел сделать в том году. Все сделал классно. Зайка пошла даже поливать на огород. Вот, все, тут шланга, там шланга, там шланга. Везде шланги, уже все технично. И тут, на тебе, она поливает, поливает. И тут идет гроза. Тучи насывают. И дождь как лупанул. Нет, сначала молния была. И мы как всегда такие, да, пройдет мимо нас. Ну, гроза, это же молния. Не, ну. Я же скажу, там гроза была. Ну, короче, да. Я не совсем понимаю, что такое гроза. Короче, ребята. Вот так вот надо. Кому надо дождь, разложите все шланги. Помытавлите зонтики. Сделайте полив офигенный. А, нет, зонтики не надо поливать. Да. Зайка еще не проснулась. Хотя уже скрипало, е-мое, три видео, ребята. Представляете? Я вообще с утра не соображаю. А воно, тут, 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 тут. А воно из тут залетают. Готово, готово. Короче. Рэм, перестань. О, так что, ребята, вот такие вот пирожки. Я вчера, вон, видите, закончил этот кусок стены. Вот. Это очень радует. Это очень радует. Очень. Очень. А вообще сегодня погода очень даже радует. Потому что я вышел на улицу, вдохнул в полную грудь, и я почувствовал классный свежий воздух. Да. Почти как на море. Не, реально, мы вчера вечером открыли этот, как он называется, окошечко, да? Да, да, да. Вот такая я, вот такая я. Вот такая мышка, мышка. Мышка, мышка, мышка. Мы вчера открыли все окна, когда началось вот это все. Ну что такое? Фу, ты меня обслюнявил. Обслюнявил всю. Николай любит меня слюнявить. Фу, Рэм, перестань. Ну а что, это же настоящий поцелуй. А, французский. А не какой-то там сухой. Французский поцелуй. В губы, Коля, а не щеку облизать. Ты как-то... Как собака. Ку-куровка. Короче. А что я хотела сказать? Я не знаю. А, да вот. Открыли же мы окна все. Да. Вчера. И как подул свежий ветер. Блин. Такая красота была вообще. Ребята, красотишка. Мы пораскрывались. Задницы кверху, блин, да. Красота. Ветерочек. Сквознячочек. О, это было реально. Это первый вечер дома, когда мы спали. Когда мы почувствовали, что хорошо. Мы нормально заснули, потому что реально не то заходишь. Я не знаю, за день дом нагревается или как. Днем, если лечь, поспать, да что ж такое. Такая все мотеляется, она же мешает. Ну, так я же это сам. А днем, если лечь, поспать, то как-то в доме прохладно, да? Но если ты ложишься вечером, это все. Это трындец просто. Это какое-то кошмар. Дышать нечем. Духота. Такое впечатление, что стены сразу же начинают в дом запихивать всю жару, да? Которые нагрелись. Ну, нагревается за день дом и все. Короче. Я же говорю, если вы хотите дождя, обязательно разложите палатку, как мы разложили, да? Да, да, да. От солнца. Мы же ее почему не разложили, брезент не натягивали, потому что он же не специально треугольничком сделан, и он воду задерживает там. И вы помните, что было после прошлого дождя, да? Да, да. Мы его сгорнули, все. Ну, приехали с Жараш, думаем, дождя не будет. Разложили палатку вчера, колешланги. Ты смотришь в экран? Да. На сюда смотреть. Сорян. Это ты, получается, в сторону смотришь. Повытрушивал, вроде дождь закончился, да? Да, да. А уже когда легли спать, Коля уже храпел, а я слышу, все начинается сильнее, сильнее, еще такая, знаете, уже отхожу в сон, и так я думаю, ну, все, жопа будет палатке с утра. Встаем утром, и палатке показывай Николай. Сломала все. Все, сломала нахрен. Вот, смотрите, сломала даже вот эти вот, короче, боковые, короче, штуки, вот, в хлам. Как видите, вот, разорвало, потому что, как вы понимаете, здесь металла нету. Вот, это фольга, она, ну, она из фольги сделана, грубо говоря. Вот, короче, оно что, оно набрало воды, и не выдержала эта вся конструкция, и свалилась. Вот так вот. Так что, такие пирожки, надо что-то, блин, придумать, потому что, ну, как видите, оно все, все ломается, все в хлам просто. То есть, так что, так, что там такое, да, да, собака умываться не хочет. Ой. Блин. А эти, смотри, эти еще распускаются, но уже не пахнут. Что? Твои любимые распускаются, но не пахнут. Они уже все, уже как бы их вырывать. Матиола. Да, и она, видите, она в конце что становится, таким бурьяном, я не знаю, пораскидывалась, поразлягалась вообще, вот такое, что непонятное. Вот. Центр рядки делать, совмещать с другими цветочками, тогда красиво получится. Ну, я поняла, девочки, я на море поняла, я на море поняла, что когда мое воспоминание с детства, я вам говорила, почему матиолу сажаю, почему она мне нравится, потому что это мое воспоминание с детства, я не помню. Я помню, что это каждый год мы ездили на море, называлась база Дельфин, по-моему. Куда это было, Черное море, не помню, но там были еще и многоэтажки, и такие маленькие домики, и там прямо, вот как выходить к морю, ну, бортик вот этот был, ну, как с базой выходить к морю, стоял такой бассейн типа, и вокруг него было насажено вот эти цветочки. Вот фонтанчик? А? Фонтанчик. Да. Или бассейн? Да, фонтанчик, фонтанчик. Вот. И туда еще денежки бросали разные люди, и оно было выложено из таких маленьких, знаете, как вот этих? Мозаика. Мозаики, да. Так смотреть туда было интересно, там, по-моему, дельфинчик стал, ну, короче, неважно. И вот вокруг него были высажены вот эти цветы, была высажена точно мотеола, потому что ночью пахло, ну, и пахло днем, и я все время думала, может, это какая-то специальная мотеола, или еще что-то. В Скадовске, ой, в Скадовской, в Голой Пристани, я поняла. Угу. Я тут, когда проходила, да? Да, да, тоже пахнут офигенно вот эти цветочки. И что самое интересное, не все. Не все, да, некоторые только. Розовые. Я вам скажу, какие из этих пахнут. По-моему, вот те вот розовые, не, вот такие вот алые, по-моему, сейчас. Ой, подождите. Нет. Подождите, а ну-ка отсюда. Какие тут точно пахнут. Вот именно. Не все, короче, пахнут. Да, и пахнут так реально, как похоже на этот самый, блин. На запах мотеолы, да. Блин, ну сейчас с утра вообще нифига не пахнет. Может, потому что после дождя... В общем, девчонки. И там полностью все было засажено. Коля ржет. Все было засажено вот этой питунькой. Она такая тоненькая, такая некрасивенькая. Ну, как цветочки красивенькие, конечно, не вот такие шикарные, как у меня. И они реально прям создавали вот этот запах. Я теперь прям знаю, что я буду в следующем году сажать. И как я это буду делать. Боже, ветер такой погнулся. Блин, ну классно. Реально, слушай, настроение прям улучшилось. Прям физическое самочувствие улучшилось. Ребята, после дождя, это непередаваемо, я же говорю. Это классно. После двух суток жары, парилки, я не знаю, сухоты полнейшей, то это просто, блин, божественно. Да, даже то, что я начала кашлять, немножко и сопливить, это, знаете, ерунда все. Просто мы же вчера с Переляку пооткрывали все окна двери, понимаете? Жара, духота. И, видимо, за ночь подмерзла немножко. Ну, это такое ерунда, господи. Ничего страшного, чай попью, все будет хорошо. Да. Главное, потому что немножко жара спала. Водичкой все вот эти штуки напились. Пошли там посмотрим. Ай, блин, я в домашних парках. Да, давай. А я же покажу. Смотрите, что я, ребята, сделал, короче. Видите, здесь вот есть стационарная шланга. Вот. Есть краник. И есть просто вот шланг. Вот он. Вот он шланг. Это, короче, я сделал шланг на вот эту часть. То есть теперь здесь можно поливать со шланги. И как? Подходишь, просто открываешь кран, и здесь уже просто есть вода. Да-да-да-да-да. А ты, молодец, лакобочину отсюда вытянул, да? И когда дождь был, туда прямо лилась. Ну, надо, да, надо заниматься сейчас погребом, ё-моё. Теперь следующая задача, ребята, сделать срочно погреб. Тут надо, короче, видите, я сделал такую скосину. Ну, вот, чтобы типа дождь и шел, попадал в этот профиль и стекал сюда. Хрена лысого. Там он, я, короче, позадувал пеной между этими. Ничего не помогает, всё идёт внутрь. Просто сразу не подумал, а и сделал. Да, да. А и сделал. А и сделал. Даша вчера вывалила вот это всё на мой кабачок. А-а-а. Ну, ды вы, он встал нормально, живой. Всё хорошо. То есть, короче, сейчас далее показываю. О, осень на дворе. Да, подключил, короче, ребята, автоматику, бомба, граната. Всё работает, всё классно. Только, как вы понимаете, есть такие соединения, где немножко просачивается вода. И когда теряется давление, немножечко, да, вот, ну, оно там просочилось, давление потерялось, оно включается. Насос дал давление, раз, и выключился. Ну, короче, постоянно клацает. Вот, то есть, получается, что, надо или же хорошо всё позакручивать, что, в принципе, невозможно в этих пластиковых соединениях, вот, и в этих пластиковых кранах. То есть, мы просто на ночь выключаем. Просто на ночь выключаем с кнопки, и всё. А так, вот, видите, вон там, вон, тройничок, всё. То чём, Коля, в трубах, я сверху посветаю. Да дай же ж я расскажу её моё. Саша, хочу. Гляньте, поднялись, поднялись цветочки. Вот, и вот здесь поднялись. Да, 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 оживились, реально оживились, потому что эти вообще такие стояли, бедные. Ну, ты же вообще, я вам показывала, помните? Тут же вообще всё было. Смотри, тут мины не образовались, ё-моё. Что? Мины не образовались. А, собачьи? Да. Не знаю, я, когда он залазил туда, там была мин. Вот ёшкин кот, а. Короче, смотрите, пообрывало трошки грушу. Груши надо почистить. Надо почистить груши, потому что, блин, они все не будут крупными. А нам лимонка не нужна крупная. Да. Мне как раз такого размера надо. Её только подпереть, надо, чтобы ветку не сломало. Надо подпереть. Да. Я тебе говорю, эту ветку надо сделать короче. Да. Ну ладно. Говорил. Сегодня он с утра почистил яблоню. Он, видите, немножко пообрезал эти самые, потому что, во-первых, там они друг на друга полягали, а во-вторых, завелась гусеница. А что, что его там побросал? Я уберу кроликам. Так нельзя. Нет, хорошее, хорошее уберу кроликам, а плохое, вон, кинем на костер спали. Короче, смотрите, видите, да? Да, здесь я уже показал, всё, всё, показал. Ну всё, ничего не показал. Зато, смотрите, что у нас цветает и буяет. Это единственное. Показал я там всё. Вот, знаете, это березка долбанная. А берёзки у нас море, по всей дорожке. Вот, берёзка, берёзка, берёзка. Ну, по дорожке я её нафиг всю по это самое поубираю. Вот тут вот, видите, гляньте, кукуруза даже поднималась, но там положилась, потому что её ветром поломали. Она чуть-чуть воспряла, потому что она просто тупо засыхает. Вот там вот у нас вообще сухая стояла, да? Да, 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 вот там вообще, блин, засуха была. Я думала, приеду с моря, короче, такая. Кукурузы наварю, ага, хрена лысого. Тут её и не пахнет, и ещё неизвестно, когда будет ли она в этом году вообще. Вы представляете? Это ж какая засуха. Мы вчера проезжали, да? Вот я же говорю, что люди, которые постоянно, систематически поливают огород, вот у них что-то есть. А если вот так вот нифига не поливать, то всё. Я знаю, что я думаю. Что некоторые просто шлангу на ночь выкидывают, и она поливает. Таня, ты что, она понамывает такой дыры, блин, в огороде. Она на шлангу. Ты что? Так, ну, я имею в виду маленький напор, ты же ты можешь... А, если с дома, если с дома, да, можно маленький напор. Кинул, и всё. И знаешь, как я думаю? Я думаю, можно было бы сделать интересную штуку. Вот так вот вверх. Угу, там сволочи, сволочи, коты, сволочи. Что ж ты их не снимаешь? Вот, смотри, что творят. Ты понял? Смотри, вон. Ого, она прям его, блин, прям бьёт. Угу. Он её достал. Ешь-ка, блин, твою мать! Иди отсюда, баб! Козёл! Это сейчас даст. Он в городе. Ешь-ка, не поёт. Можно гонять, нельзя гонять, да? Ну, пошёл оттуда. Ешь-ка, там сейчас кабачков. Да, рассадили кроликов, ребята. Ссорятся. Рассадили кроликов, ребята. Да. Да, всё, теперь, короче, у нас там три, там три кролика, там три и там три, да, вроде бы? Где-то так. Где-то так. Где-то так. Сем-восемь, где-то так. Да, всё. Кролики рассажены, всё отлично. Вот, всё хорошо. Всё хорошо. Прекрасная маркиза. Всё хорошо, всё хорошо. Собрали урожай кабачков, ты показывала, да? Да, кабанов. Кабанов, а не кабачков. Я натёрла мозольку. Ой, мозолька, ай-яй-яй. И ногтики у меня стрёмные. Короче, приехали домой. Нет, слава богу, сегодня немножко погода хорошая. И хоть немножко, знаете, мозги начинают хоть чуть-чуть включаться, работать. Потому что до этого мы ходили, вот таким утром просыпаешься, такой... Как зомби, блин, какие-то. Где тень-очень? Где тень-очень? Дайте нам тень-ку. Вон, смотри, они просто играются, мне кажется. Ты думаешь? Ну, вон, видишь, она стоит. А что она так на него олёт? И он за него охотится. Он побежал за дом её искать, а она сверху. Он её пропустил. Это у них, наверное, такие игры. Короче, ребята, девчонки и мальчишки, мы и так дофига набазарили, по-моему, да? Думаешь? Так думаю, я знаю, сто процентов. Решили мы делать... Мы каждый раз решаем делать недлинные влоги, но у нас каждый раз получается длинные. Вот такая вот вам утренняя развлекалочка-болталочка. И думаю, потом будем что-то делать, обязательно заснимем. Мы просто будем выкладывать более мелкими роликами. Я знаю, что многие нас смотрят огородники. Многие люди, которые работают. И тяжело большой влог посмотреть даже в обеденный перерыв, например. Ну, конечно. Занять весь обеденный перерыв, чтобы посмотреть... 40 минут, блин, осмотреть там, да? Да. Поэтому будем стараться делать, ну, так вот, 15 минут. Ну, как когда? Так что так. Сейчас у нас влог минут на 20, если что. Да не может быть такого. Да, да, я тебе говорю. Да, да. Короче, всем хорошего настроения. Всем удачного дня. Всех, кто мучается от жары, езжайте на моря. Там классно, там хорошо. У нас жара немножко спала, поэтому у кого сильно жарко, мы немножечко вам нашей кировоградской прохлады посылаем. Так что так. Все, давай скажем вместе пока-пока. Пока-пока. Я, наоборот, тебя снимал, чтобы это самое, блин. Чтобы, короче, там картинки же появились. Вот тут будет картинка, тут картинка, тут и тут. Не надо. Скажем всем пока-пока и пойдем кормить шабаку. Он ноет, он ноет, ноет, ноет. Субтитры подогнали Симон. Субтитры создавал DimaTorzok